В торжественной обстановке Дома культуры Российско-Армянского университета состоялся концерт, приуроченный ко Дню Победы. Участниками события стали представители 102-й военной базы, которые собрались для символического акта единства. На концерте также присутствовали ветераны войны. Они были теми, кто видел смерть и страдания, теми, для кого звуки сирены выстрелов стали привычными. Минута молчания, посвященная памяти павших героев, стала важным моментом в этом торжественном событии. Война и песня – это две стороны одной медали. В годы войны, когда люди должны были бороться за свою родину, музыка стала для них тем, что дарит силы и утешение. Песни о войне возникли как отражение страдания и боли. Гостей и участников концерта поприветствовал ректор Российско-Армянского университета Эдвард Сан-Доян, отметив значимость мероприятия. Это было красиво, профессионально, хорошо. Спасибо вам большое. И мы очень рады и счастливы, что сегодня произошел этот концерт. Мы очень хотели бы, чтобы вот все, что как бы подстрочно, все, о чем не говорится, поется или чувствуется, чтобы все это бы осталось в душах нашего молодого поколения. Вечная слава героям, наши ветераны уважаемые, спасибо, что вы с нами, что вы здесь в долгих лет вам жизни. Участников концерта также поприветствовал командир 102-й военной базы полковник Алексей Яковенко. Ветераны, которые сейчас сидят здесь, которые находятся на всех уголках нашего бывшего общего государства, которое одержало победу в этой великой войне, те, кто может передать эту память, рассказать, как это было, Я хочу, чтобы вы помнили, хочу, чтобы вы знали и рассказывали своим детям и детям своих детей. Я хочу сказать огромную благодарность ветеранам. Низкий вам поклон за то, что вы сделали, принесли нам победу, и наши дети, ваши правнуки, внуки могут и дальше, дальше поколения могут жить свободными. Главное, не забывать ваш великий бодрик. Спасибо.